В этом году удивительное для всех нас событие. Моральник зацвел раньше, чем проходит сам фестиваль. Почти неделю назад нам уже начали наши гости и путешественники отправлять фотографии с берегов Катуни, с уже цветущими цветами. И, конечно, я надеюсь, что сегодня, через несколько дней, когда мы приедем на площадку, мы уже все увидим красивые розовые горы. Он раньше зацвел, чем обычно. То есть обычно все-таки он зацветает плюс-минус к началу нашего фестиваля, либо сразу после него. А здесь практически на неделю раньше. Поэтому природа уже дала старт летнему сезону, а мы стартанем 28 апреля. Что нам нужно знать о фестивале, чтобы заинтересоваться и приехать? Что в программе? Традиционно программа очень насыщенная. Мы всегда приглашаем отличные музыкальные коллективы. У нас всегда очень большая зона гостеприимства, куда приезжают наши районы, муниципалитеты со своими активностями, со своей программой, со своими всевозможными вкусными гастрономическими изысками. Большая зона гастрономии. Плюсом к этому, да, где можно попробовать традиционные алтайские продукты, угоститься. И там дегустационная зона есть, и можно купить эти продукты. Плюс в этом году, поскольку фестиваль «Цветение моральника» в этом году проходит в год 150-летия Рериха, это, естественно, одна из таких дополнительных ключевых тем. И мы, конечно, постарались эту тему в площадку вписать. Помимо фестиваля, который будет проходить на площадке «Бирюзовая Катунь», у нас в парке Рериха состоится официальное открытие. Это там же, на «Бирюзовой Катуне», большое будет яркое мероприятие. В 12 часов дня официально мы открываем парк Рериха. Дальше уже перемещаемся, собственно, на площадку проведения фестиваля. И поскольку, я уже сказала, мы тему Рериха в сам фестиваль вписали, у нас будет лекторий впервые. Вообще в этом году мы делаем лекторий, где будут проходить лекции. У нас будет мастер-класс, у нас будет дом практик. То есть это тема культуры, творчества, исследований, погружения в эту территорию, она в том числе на празднике будет прослеживаться. Посещаемость увеличивается. В прошлом году мы показали, наверное, такой рекорд на «Цветение моральника». Было 40 тысяч человек. Это был юбилейный фестиваль. Мы как раз вспоминали, что на первом «Цветении моральника» было порядка двух тысяч человек. В прошлом году было 40. Вот вам показатель за 10 лет, к чему мы пришли. А во сколько обойдется «Цветение моральника» фестиваль? Один день? Обойдется гостям? Да. Смотрят, куда путешествовать будут. У нас есть доставка у туроператоров. Порядка полутора-двух тысяч она стоит из Барнаула. Одним днем. Утром выезжают, вечером возвращаются. Порядка 350-400 рублей стоит шашлык. Ну, соответственно, наверное, это все расходы. Ну, то есть какие-то текущие сопутствующие расходы личные. Не знаю, водичка, мороженое и так далее. То есть цены примерно такие же, как на любой площадке, на любом фестивале. Они, в общем-то, не завышены и соответствуют тем рыночным ценам, которые есть везде. Какие еще мероприятия состоятся летом? Куда можно пригласить уже людей? События на календаре Алтайского края вообще очень насыщены всегда. Особенно в летний сезон, потому что, понятно, погода благоволит. Площадки очень красивые. И, конечно, практически все регионы района Алтайского края, они какие-то мероприятия проходят. Нет, наверное, ни одних выходных на сегодняшний день в регионе, когда ничего бы не происходило. Уже становящийся традиционным большой фестиваль квестов, который мы проводим в этом году в Барнауле, в Бийске, квест-фест. Помимо этого, в прошлом году в тестовом режиме мы попробовали, а в этом году уже делаем в большом формате фестиваль сапов, костюмированный фестиваль, сопряжение. Приглашаем всех сделать костюмы и прокатиться на сапах радостно, весело. В прошлом году, конечно, потрясающие совершенно были костюмы участников. Кроме этого, в этом году мы проводим, давно эта идея существует, давно есть запрос, мы проводим большой музыкальный фестиваль. Все выходные на Березовой Катуни, июля, 6-е, 13-е, 20-е, 27-е, большой фестиваль, который называется «Шум Катуни». Название придумали подписчики наших соцсетей, поэтому каждый выходной июля в фестивале на Катуни ждем всех, послушать классную музыку среди гор. Мероприятия разного плана, и познавательные экскурсионы, как экскурсионный флешмоб, и музыкальные развлекательные, и гастрономические, и они проходят не только на площадке Березовой Катуни, вообще в целом в регионе, да, там и Яровое, и Змейногорский район, и, пожалуйста, Черышский район со своими мероприятиями, и Салаир со своими мероприятиями. То есть сегодня все регионы подтягиваются, понимая, что действительно это такой магнит, это для гостей региона, для жителей этой местности, это возможность прийти в таком праздничном формате, в хорошем настроении, пообщаться с друг другом, посмотреть, что произошло, что происходит, построить какие-то планы, да, если мы говорим про познавательные экскурсионные мероприятия, ну и так далее. То есть в целом это хороший инструмент для продвижения и для развития. Действительно ли наши алтайские жители посещают их? Жители алтайского края в любом случае на эти мероприятия все приезжают, да, особенно если мы говорим про какие-то локальные мероприятия. В прошлом году квест-фест, который мы проводили, там были жители только реки Барнаула, Барнауле, который проходил. Ну и у нас была задача для жителей Барнаула показать Барнаул, показать экскурсионный Барнаул немножечко в такой игровой форме, включить гиммификацию, включить квестовую историю, составляющую. То, что касается фестивалей больших региональных, там, конечно, наверное, в первую очередь, это, вернее, кроме того, что это жители нашего региона, это в большом количестве наши соседи. Новосибирская, Томская, Кемеровская область, потому что это традиционные майские выходные, конечно, все стараются поехать отдыхать на Алтай, посмотреть природу, посмотреть цветение моральника. В позапрошлом году ставили карту и просили гостей отметиться, откуда они приехали, и потом даже где-то у себя там писали о том, что с Калининграда до Владивостока у нас были гости практически, у нас таких мест, от которых, ну, неожиданно было. Видите, Ставрополь и так далее. То есть какие-то для нас такие, ну, неочевидные локации. Какой сегодня формат поездки, путешествия вот по Алтаю более удобный? Конечно, все выбирают разные. Если гости прилетают из Центральной России или откуда-то издалека, они стараются, чтобы это было 5-6-7 дней, и стараются посетить максимальное количество локаций. В основном, конечно, это Белокуриха, это Горная Белокуриха, это курорт Бирюзовая Катунь. Если у нас гости наши местные жители, да, которые путешествуют по региону, либо наши соседи, то это могут быть и сити-брейки, когда на два дня приезжают на выходные, и какие-то короткие поездки однодневные, да, и опять те же самые, пожалуйста, там длинные выходные, 3-4 дня. И сегодня интересно, что все-таки есть, особенно у наших соседей, которые много путешествуют вообще по Сибири, много путешествуют по Алтаю, уже есть спрос на такие неочевидные для нас локации, на те, которые не в топе популярности, да, это вот, пожалуйста, Черышский район, начинает двигаться в сторону юга Сминогорский район, туда потихоньку переходить, потому что хочется каких-то новых мест, и для нас, конечно, очень радостно. Ценовой сегмент как-то меняется, он доступен бюджетным каким-то вариантам поездки? Все зависит очень от того, какие есть ожидания у гостей, от проживания, от комфорта, да, пребывания на территории. Все зависит от того, где они будут отдыхать и сезон. Мы, конечно, всегда рекомендуем бронировать заранее, потому что средства размещения, у которых цена, качество друг другу соответствуют, и те, которые, ну, там, по цене, да, могут в таком среднем ценовом сегменте остаться, либо эконом плюс. Это, конечно, места, которые всегда выкупаются заранее, за месяц, за полтора, то есть если гости собираются в последний момент, ну, уже приходится выбирать из того, что есть, осталось, потому что мы понимаем, что особенно летний сезон, это сезон высокий, все забронировано заранее, выкуплено заранее, поэтому, конечно, планируйте, планируйте путешествия, и дальше уже смотрите у нас на ресурсах, смотрите, работайте с туроператорами, всегда есть варианты, всегда можно повыбирать, но, конечно, заранее.